Волга вскрылась ото льда, но ее рукава еще скованы. Толщина покрытия там колеблется от 80 сантиметров до метра. Поэтому из Самары на другой берег по-прежнему курсируют судна на воздушных подушках. Хотя для поездок по водной глади они не предназначены. Работаем на подушках. Подушки СВП, работа, я как объяснил вам, она неустойчива. Ветер сильный поднялся, они встали. Туман появился, они встали, потому что скоростное судно движется более 30 километров в час. То есть в условиях ограниченной видимости мы не имеем права по закону их запускать. А Омик, это судно, оно более надежное, оно может работать без таких проблем. Чтобы Омики как можно скорее сменили судно на воздушные подушки, в акваторию Волги выходит ледокол Портовый-13. Уже вторые сутки он расчищает Волошку, так называется рукав реки, ото льда. Жители села Рождествено называют ледокол Портовый-13 своим спасителем и даже радостно его приветствуют, ведь он соединяет их с большой землей. Капитан Александр Пахарев на этом судне отработал 35 лет со дня его спуска на воду. Говорит, мечтал стать летчиком, но его не приняли, поэтому пошел в речное училище, затем в институт. За долгие годы Портовый-13 стал близким другом. Александр рассказывает, есть два способа колки льда. Первый, когда корабль начинает вибрировать от кормы до носа. Второй, тот, к которому прибегли сегодня. Корабль наступает на лед и продавливает его своей массой. Затем отступает, чтобы снова броситься в бой. В этом году очень сложный лед. Вы, наверное, сами видели, когда лед более рыхлый, а это просто стеклянный лед, как стекло. Он плохо ломается. Механик Вячеслав Рубцов тоже сжился с судном. На нем он трудится 22 года. Рассказывает, летом ледокол превращается в буксир-толкач, помогает двигать по Волге баржи. А порой становится и спасателем. К примеру, именно команда Портового-13 тушила пожар, разгоревшийся на танкере «Виктория» в Октябрьске. Работа интересная, нелегкая, я скажу сразу. Благодаря, конечно, не меня лично, а всего экипажа. Мы караватами стараемся поддерживать. В рабочем состоянии мы производим добрые ремонты. Дисплотируем его грамотно. Пароход, конечно, уже по годам довольно-таки старенький. Ему уже пятые десятки лет. Но в свое время Советский Союз строил очень хорошие корабли, качественные. Вот этим, как говорится, он и держится, и команды держатся. Команда Портового-13 состоит из десяти человек. Капитана, механика, дублеров, мотористов, матросов и боцманов. Они уверены, еще один рабочий день, и ледокол полностью освободит проезд до села Рождественно. А когда подует северный ветер, он унесет осколки льда, и тогда навигация станет регулярной. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.